Вакцинация – это способ профилактики инфекционных заболеваний. В Молдове медицинский препарат бесплатно предоставляется государством. Сделать это можно, обратившись к своему семейному врачу. В национальный календарь прививок входит плановая иммунизация против 13-ти инфекций, сообщила семейный врач Центра здоровья Камрад Любовь Барга. Сюда входит столбняк, дифтерия, полиэмилит, вирусный гепатит B, гемофилус инфлюенса, пневмококковая инфекция, корь, эпидпаратит, краснуха и вирус папиллома человека. Это вот эти заболевания, которые входят в обязательную программу вакцинации. Медики отмечают, что в последние годы все больше родителей по тем или иным причинам отказываются ставить прививки детям. Чтобы повысить осведомленность общества по этому вопросу, Министерство здравоохранения проводит Европейскую неделю иммунизации. Родители, которые не мотивированы, не обоснованы, не имея никакой позиции по этому поводу, не изучив вопрос, просто отказываются от вакцинации, начнем с того, что они просто нарушают права ребенка на здоровье, на получение медицинских услуг. Думаю, что это лишает ребенка очень многих возможностей. Ребенок не вакцинированный не может посещать учебные учреждения. По словам семейного доктора, вакцинированный ребенок также может заболеть, но перенесет он инфекцию намного легче. Вакцина КДС. Ребенок, который не вакцинированный, может заболеть коклюшем и заразить взрослого коклюшем, у которого, получается, последний раз коклюшную вакцину мы получаем в детстве. И получается, что, по идее, взрослый человек не должен болеть, но от ребенка он может заразиться, потому что его иммунитет, он же не на всю жизнь. И получается, что в целом в популяции вот этот коллективный иммунитет, он нарушается. Часть из запрошенных нами жителей считают, что родителям необходимо быть более ответственными и ставить прививки своему ребенку. Есть прививки первостепенной важности, я считаю, например, которые в школе ставят от столбника, не помню их название, но если бы не они, наверное, большинство детей бы страдали из-за этого при первых же порезах. Я считаю, что детей надо прививать в любом случае, потому что это жизненно необходимо, это безопасность. И родители, которые это не делают, они проявляют некую безответственность по отношению к своим детям, поэтому это первоочередно. А что касается обычных прививок, я думаю, что это личное дело каждого. Если у тебя какие-то проблемы с иммунитетом, ну, изначально ты знаешь об этом, то, конечно же, нужно пойти привиться. В свое время детей не принимали в детский садик, я по себе знаю, если не было коревой прививки. Вот мы на целые два месяца не попали в садик, потому что требования были все одинаковые, и, наверное, корью никто не болел. Конечно, необходимо. Если есть здоровье, все нормально, все хорошо, то, конечно, нужно, если нет никаких противопоказаний. Я прививаю, у меня второй ребенок, я ставлю все прививки. Вакцинация сегодня проводится и для взрослых от некоторых серьезных инфекций. Врач подчеркивает, что во многих случаях вакцина – это пропуск в мир живых. Мария Статова, Валентина Короляк, Вячеслав КСА, Алексей Герчу. Новости ГРТ.